Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии пятницы. Евро вырос до трехнедельного максимума по отношению к доллару США вчера после того, как комментарии президента Европейского Центрального Банка Кристин Лагард подогрели ожидание более быстрого ужесточения политики, поскольку она сосредоточилась на перспективе превышения инфляции в еврозоне. В целом же чиновники продолжают придерживаться того мнения, что текущий рост цен имеет временные причины, и в нынешнем году он пойдет на спад и даже может вернуться к целевому уровню 2%. Вчера также были опубликованы январские данные по деловой активности в сфере услуг европейских стран, которые оказались смешанными. Индекс Германии вырос с 48,7 до 52,2 пункта и вернулся в зону роста, но общеевропейский индекс снизился с 53,1 до 51,1 пункта. В целом европейская сфера услуг остается под давлением пандемии, вызванной штаммом микрон. Фунт вчера сначала вырос против доллара, но затем сдал позиции. Повышение ставки Банком Англии не смогло удержать британскую валюту на плаву после заседания Европейского Центрального Банка. Второе подряд повышение ставок регуляторам позволяет говорить о начале цикла ужесточения монетарной политики. Это решение вызвано стремлением чиновников обуздать рост инфляции, которая находится на 30-летних максимумах из-за увеличения цен на энергоносители, ростом спроса и перебоями в цепочках поставок. Также отмечу, что вчера были опубликованы январские данные по индексу деловой активности в сфере услуг Великобритании. Показатель вырос с 53,6 до 54,1 пункта, поскольку бизнес надеется на отступление пандемии. По отношению к японской иене доллар вырос в четверг после дальнейшего снижения еженедельных заявок на пособие по безработице в США. Доллар поднялся до 114,98 иен самого высокого уровня с 1 февраля. Число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, снизилось больше, чем ожидалось на прошлой неделе. Что говорит о том, что ожидаемое замедление роста занятости в январе, скорее всего, было временным. Первичные обращения за пособием по безработице в Штатах снизились на 23 тысячи до 238 тысяч с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 29 января. Опрошенные экономисты прогнозировали 545 тысяч заявок за последнюю неделю. Биткоин продолжает торговаться в диапазоне после сильного падения. Сейчас он восстановился до уровня немного выше 37 тысяч долларов, но все еще торгуется почти на 50% ниже рекордного максимума в 69 тысяч долларов, достигнутого в ноябре. Это заставило некоторых криптоинвесторов говорить о возможности наступления так называемой криптозимы. Стоит отметить, что корреляция криптовалют с акциями растет, особенно с индексом Nasdaq Composite, характеризующимся высоким технологическим потенциалом. Более жесткая монетарная политика Федеральной резервной системы оказывает давление как на криптовалюты, так и на технологии. Перспективы регулирования – это один из негативных факторов. Россия, Индия и Китай дали понять, что торговля криптовалютами и транзакцией будут контролироваться гораздо жестче. Например, Китай запретил майнинг и торговлю биткоинами, поскольку готовятся к запуску цифровой версии своей суверенной валюты. Администрация Байдена также разрабатывает криптополитику, включая новые правила налогообложения, биржи и меры по борьбе с криминальным использованием криптовалюты. Из важных событий на сегодня по серверному времени GMT Plus 2 в 12.00 розничные продажи в Европейском Союзе этот показатель часто называют индикатором потребительских расходов, по которому оценивают уровень инфляции в еврозоне. Рост значения показателя может положительно отразиться на котировках евро. Два показателя в 15.30 – изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, non-farm payrolls – показатели, отражающие количество новых рабочих мест, созданных в отчетном месяце во всех отраслях экономики США, кроме сельскохозяйственного сектора. Рост показателя может позитивно отразиться на котировках доллара, но сейчас прогнозируется снижение показателя. Также в 15.30 изменение занятости населения в Канаде этот показатель отражает изменение количества официально трудоустроенных граждан в экономике Канады в отчетном месяце. Ну и по этому показателю оценивается активность на рынке труда. Если его значение растет, это может положительно отразиться на котировках канадского доллара. И на этом у меня все. Желаю вам успешной торговли. Всего доброго. Продолжение следует...